Всем привет! Это видео я хочу начать с реальной истории, которая произошла после начала войны с Украиной. Я думаю, все вы помните, что эти события начались в конце февраля 2022 года. И в марте месяце, когда уже ситуация достигла точки кипения, у многих было непонимание, недовольство, возмущение и прочие эмоции, люди были крайне перегреты, образно выражаясь, и прежде всего я замечал это на дорогах. Водители были очень агрессивные, очень часто были какие-то стычки на улицах и так далее. То есть людям каким-то образом нужно было выплескивать эти негативные эмоции, тот, может быть, гнев, который у них накопился. И не все это делали экологичным образом. И в тот момент я занимался ремонтом своей новой квартиры. Я помню, что я очень устал, но мне было в планах покрасить кладовку в своей квартире. Сейчас это гардеробная, но тем не менее, мне нужно было покрасить ее серый цвет. Валика дома не оказалось, я пошел в магазин, купил его. И по пути назад домой, это был уже восьмой час вечером, я переходил улицу в месте, которое отмечено знаком дворовой территории. Что, я думаю, все водители знают этот знак, для тех, кто не в курсе. Он ограничивает скорость движения автомобиля пятью километрами в час. И уж, естественно, водитель должен уступать пешеходам, велосипедистам и так далее дорогу. Но, как я уже сказал, то время было очень необычное. И водитель ехал с гораздо большей скоростью и резко затормозил рядом со мной. Хотя я шел с одной и той же скоростью, просто раздумывая о каких-то своих делах. Ну, не ожидал я такого в дворовой территории. После резкого торможения, окно водителя открылось, и он что-то начал мне там кричать вслед. Ну, в данном случае, я, конечно, допустил сам ошибку. Я повернулся и очень спокойным голосом указал пальцем на знак, который был в зоне его видимости. И сказал примерно следующее. «Придурок, на знак посмотри». И пошел дальше своей дорогой. На что водитель крикнул мне вслед. «Ах, ты меня придурком назвал?» Он зарулил в карман, выскочил из машины и кричит мне вслед. «Подожди». Я повернулся, но я был уверен, что, ну, хорошо, подбежит сейчас, мы с ним о чем-то поговорим. Попетушиться немножко, потренируемся в красноречии, да, виза разведемся. Ну, редко ли такое бывает среди мужчин сгоряченных. Но при этом я отметил, что он был выше меня. Может быть, не на голову, но в полголовы-то точно. А у меня рост не маленький, метр восемьдесят. Гораздо больше комплекции. То есть, это точно было больше ста килограмм. Я весил тогда, ну, наверное, 74, может быть, 75. И вот такая вот амбразура идет в мою сторону. Когда расстояние сократилось менее, чем на расстоянии вытянутой руки, я абсолютно без раздумий, стресса или чего-либо отгрузил ему двоечку. Ну, то есть, для тех, кто не в курсе, может быть, для женщин, это удар левой-правой в голову. Знаете, есть очень хорошая древняя мудрость. Если драки не избежать, бей первым. Вот в этих случаях я абсолютно не раздумывал. Потому что он вел себя крайне агрессивно. Агрессивно настроен и явно не понимал, что делает. Ждать того, что будет дальше, какие он предпримет физические действия в мою сторону, физическую активность, я не хотел. После того, как я его немного пошатнула, и он вскинул руки, я почему-то был уверен, что он хочет ответить мне тем же. Поэтому я, как многие, я в свое время занимался боксом, кикбоксингом, каратэ. Рефлексивно просто начал как бы уклоняться, да, то есть поднял руки и начал уклонять голову, чтобы его удар пришелся мимо головы. Ну, не тут-то было. Он и не планировал меня, видимо, бить. Он схватил меня за воротник. Ну, время было холодное, я ходил с капюшоном. За капюшон схватит. И начал тянуть вниз. Понятно, что с такой массой, больше 100 килограмм, ему, в принципе, это легко удалось. Потому что разница весовых категорий, она существенная. Когда мы оказались оба на земле, он повалил и меня, и сам упал. Мы стояли вот так головой друг к другу, да, вот эта вот голова, и вот так головой друг к другу, не знаю, как это поза можно назвать. Он держит меня за воротник, мы вот так вот стоим, упёрлись там, можно сказать, головами друг к другу, и держит меня за капюшон. Я не могу вырваться, потому что крепко держит. Навалился на меня своим весом в том числе. И попробовав влево-вправо, я понимаю, что шансов никаких почти нет, и я только расходую силы. Я решил этого не делать. Я решил подождать. А что будет дальше? То есть, возможно, он одной рукой решит меня ударить, и я буду понимать, да, что делать дальше. То есть, сориентируюсь на месте и вырвусь из вот этого капкана. Но возникла пауза. Примерно, наверное, секунд 30. Может быть, больше, около минуты. И я слышу. Слушай, отниму. Слушай, я не хочу тебя бить. Давай сделаем следующим образом. Я сейчас тебя отпущу, и мы просто расходимся в разные стороны. На что я спокойно ответил. Да, хорошо. Мы встали. Он, чтобы создать видимость какую-то, что он хотя бы что-то ответил, сказал мне, чего бить-то сразу? И пошёл к своей машине. Я тоже развернулся и пошёл в сторону дома. В тот момент я поймал себя на мысли о том, что во всей этой передряге у меня даже пульс не поднялся. Я абсолютно не нервничал, не стрессовал. И мой оппонент, назовём его так, который инициировал данное событие, он это почувствовал. Он почувствовал мою полную хладнокровность, уверенность и непоколебимость в том, что я делал. И он не захотел со мной связываться. Я сначала не понял, а почему так произошло? Почему я уже на соревнованиях детских выступал в своё время. И мне было очень страшно. Когда были соревнования по карате, меня аж, я помню, мандраж брал. То есть, меня как парализовало всего. Ну и те, кто дрался, особенно в детстве, прекрасно знают эти ощущения, когда ты даже запыхаться можешь от того, насколько у тебя учащается сердцебиение. Вот эти стрессовые гормоны в кровь выбрасываются. И тебя реально парализует просто. Эффективность твоя снижается многократно просто. И я не нашёл этому ни одного объяснения, кроме того, что я просто стал регулярно знакомиться с девушками на улице накануне. Первое время, когда я это делал, у меня были очень схожие ощущения. У меня тоже порой был страх подойти к красивой девушке на улице, начать знакомиться. Я делал это неуклюже. Я помню, что первый раз 10 примерно, это было прям максимально неуклюже. Я ни у кого не учился, я не знал, как это делать. Я экспериментировал. Всё, о чём я рассказывал в ролике про знакомство, до этого до всего я дошёл сам. Меня никто не обучал. То есть, методом проб и ошибок постепенно я вышел на такой уровень, что если девушка свободная, она мне всегда давала номер телефона. И в определённый момент, я помню, это была компания предвыборная, мне нужно было повысить эффективность тех людей, которые на улице работали с электоратом. Они общались с потенциальными избирателями, и одной из задач их было собрать, во-первых, ту информацию, которая их тревожила по данному району, что они хотели бы улучшить. И в конце представитель, депутату нужно было взять номер телефона. И если удавало взять один-два номера телефона в день, это было большим успехом. И меня попросил тот депутат, который избирался в тот момент, слушай, поработай с моими людьми, говорит, я знаю, что у тебя хорошо развиты навыки коммуникации, нужно что-то делать. И я решил проверить, что у них идёт не так. Я приехал под видом просто обычного прохожего, машину оставил где-то вдалеке, и смотрел, как девочки работают. Работали девочки преимущественно. Ну, 80%, наверное, на проекте работало девушек. И я видел, как они общаются неуверенно с людьми. Они как бы стесняются, неловкость какую-то выражают. Но я решил, хорошо, покажу своим примером. Подхожу, они видят во мне простого прохожего и начинают работать со мной по скрипту, задавая вопросы привычные. И в какой-то момент я просто говорю, слушай, а давай мы с тобой после данного мероприятия просто прогуляемся, выпьем кофе, познакомимся, узнаем друг друга получше. И у девушек, я, ну, например, с двумя поговорил в первый же день, у них возникал немножко такой как бы ступор, у них как полный диссонанс в голове. В смысле, я сама хотел взять номер телефона, он берёт у меня. Но они мне номер телефона давали. Но когда уже доходило до того момента, когда они мне номер телефона диктуют, я раскрывался кто, я говорю, слушай, мне не нужен твой номер телефона. Я на самом деле приехал с аудитом. И говорю, слушай, а знаешь, почему ты мне сейчас дала номер телефона? Она говорит, нет, не знаю почему. Я говорю, потому что я не сомневался в том, что ты мне его дашь. Я был уверен в этом. Вот когда у вас появляется такая же степень уверенности в своих действиях, непоколебимость, и вы понимаете, что вам невозможно отказать, то вам уже вообще ничего не страшного на самом деле становится. Меня вот сейчас напугать чем-то практически невозможно. В смысле, там какие-то ужастики или ещё что-то, когда скримеры появляются, меня даже мускул не дрогает, потому что вот это вот преодоление, да, вот этих вот знакомств, это огромный стресс. Если ты выходишь из зоны комфорта, начинаешь знакомиться на улице с девушкой, ну, я не знаю, где там ещё можно знакомиться, в торговых центрах на самом деле не очень хорошая затея, потому что в основном люди там как-то на своей волне. Ну, это можно делать, я где только не знакомился. Самый смешной, наверное, случай был, когда я познакомился, мне очень понравилось с девушкой, а их было трое. То есть, вы понимаете, даже к двоим девушкам большинство не подойдут. Тут нужно в два раза больше смелости иметь. А тут был вызов, их было трое. Двое из них были мамашки с колясками, одна была свободная от ребёнка, в смысле. И она мне понравилась, она симпатичная. Я решил, да, подойду, познакомлюсь. Думаю, буду действовать по ситуации. Смотрю, они подходят к лифту, нажимают кнопку. Я подхожу тоже к ним. Мы соединимся в лифт, они говорят, нажмите минус первый этаж, пожалуйста. Я нажимаю минус первый этаж, спрошу, а куда, собственно, что там находится в минус первом? Я правда, на самом деле, не знал. И одна из них мне начинает рассказывать, что там то, да сё, третья, десятая, там ещё есть фотоателье, где можно распечатать там фотографии. Говорю, слушайте, ну нам ещё рано пока фотографии на памятнике печатать. Вот, и это вызвало, да, в этой конкретной ситуации смех. Они все посмеялись, что, ну да, вроде бы ещё пока рановато. Вот, вышли из лифта, и все-таки в поднятом настроении. И я обращаюсь к какой-то девушке, которая мне понравилась. Говорю, слушай, на самом деле, я хочу с тобой познакомиться. Давай обменяемся номерами телефонов, и в свободное, удобное время мы с тобой встретимся и прогуляемся, выпьем кофе. Те две девушки, которые были рядом с ней, подружки, их это так вдохновило. Они говорят, да, конечно, дай ему номер телефона. Нам, говорит, как раз уже надоело, что мы, говорит, тут двое с детьми, а у ней детей нет, и у ней как раз парня нет. Оставь ему номер. Ну, конечно, она мне дала номер телефона, мы потом, на самом деле, даже не встретились, а просто созвонились и пообщались. Вот такие бывают истории. Мужчины, не стесняйтесь ознакомиться с девушками на улице. Это и вашу самооценку со временем поднимет, страхи какие-то отпустит. Вы перестанете стрессовать перед любыми неожиданностями. Я считаю, что это просто невероятный опыт и навык, который нужно обрести мужчине. Ну, если вы, конечно, свободны от отношений. Это очень важное уточнение. Ну, на этом все. Посмотрите видео, если вам нужно быстрее набрать эффективность по знакомствам на улице. Не забывайте подписываться на канал. Здесь еще будет много интересного. До новых встреч.